Для Софии Павловой сегодня самый счастливый день за все четыре года обучения. Девушка не только отучилась в ВУЗе поступить, в который мечтала с детства, но и окончила его на отлично. Студенческие годы София вспоминает с большим теплом. Что больше всего запомнилось, это первое время, когда мы приехали в Богдановку. Вот этот весь курс, сплочения, офицеры, очень яркие эмоции, самые яркие эмоции за все четыре года обучения, именно первый год сплочения. Похожие эмоции испытывает и Никита Кубасов, он также в числе выпускников-медалистов. И сегодня получает свое первое звание – лейтенант внутренней службы. Каждый из выпускников Самарского юридического института в СИН России, отмечает Никита, достиг той цели, к которой стремился. Детям с самого раннего возраста говорят, что служба в органах – это помощь людям. И, наверное, это на самом деле так и есть. Это очень простые слова, но они очень важны и очень правдивы. Помощь людям – это всегда престижно, это всегда нужно. В этом году Самарским юридическим институтом в СИН России подготовлено 117 специалистов для уголовно-исполнительной системы России из 24 регионов страны. 14 человек окончили вуз с красными дипломами, троим вручены золотые медали. В дальнейшем выпускники будут служить в исправительных колониях, следственных изоляторах и колониях-поселениях. Некоторые ребята уйдут в подразделения, осуществляющие конвоирование осужденных и лиц, находящихся под следствием. С окончанием вуза и присвоением звания лейтенантов внутренней службы выпускников поздравили вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин, глава города Елена Лапушкина, начальнику в СИН России по Самарской области генерал-лейтенант Рамис Алмазов, полковник внутренней службы Сергей Вдовин, власти области и города. Успехи, которых вы достигли, вселяют уверенность в том, что вы с честью и с достоинством будете продолжать свою профессиональную деятельность, выполнять те задачи, которые поставил перед вами Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Российской Федерации. Самарский институт в СИН России был основан в 1944 году. В его структуру включены три факультета и 11 кафедр. Курсанты института изучают целый ряд дисциплин, от специализированных предметов по вопросу режима и охраны осужденных до юридических наук, а также общегуманитарных, философии, психологии и иностранных языков. Отличие от простого гражданского вуза колоссальное, отмечает начальнику в СИН России по Самарской области, генерал-лейтенант внутренней службы Рамис Алмазов. Во-первых, они уже находясь в погонах, уже курсантами, у них уже пошло в услуголез, на пенсию. Они живут первые два года в казане, то есть прививается уже дисциплина к ним, вырабатывается дисциплина. И само собой воспитание, в том числе и патриотическое воспитание. Пройдет совсем немного времени и органы в СИН России пополнятся новыми кадрами. Ну а сегодня можно немного отдохнуть и провести время в кругу самых близких людей – родителей. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.